Итак, здравствуйте! Сегодня я хотел бы рассказать вам о драйвере. Драйвере двигателя постоянного тока. Также на плате присутствует контроллер, к которому можно подключать разные датчики и стандартное радиоуправление. Драйвер двигателя может не только управлять скоростью вращения, но и направлением вращения двигателя. Итак, небольшая предыстория самого драйвера, почему он получился настолько большим и ужасно выглядящим. В моем распоряжении дома были только драйверы шаговых двигателей L293D. Прежде чем сделать драйверы, я проверил токи на двигателе. На холостом ходу двигатель, китайский двигатель, потребляет 700, 600, ну либо 800 миллиампер где-то в этом диапазоне. При старте он потребляет около 1 ампера, а при работе под нагрузкой он потребляет аж целых 3 ампера, что слишком много для драйвера L293D. По технической документации ток на канале, одном канале L293D составляет 600 миллиампер максимум. И пиковое значение 1,2 ампера. Каналов на этом драйвере 4. Причем для управления направлением вращений они используются попарно. Объединив 2 по 2 канала, я получаю 1,2 ампера на 1 драйвер, который просто перегреется при данной нагрузке. Поэтому я взял все 3 драйвера, которые у меня были, и припаял их бутербродом друг на дружку, предварительно промазав корпуса термопастой. И также к выводам граундов я припаял жестяные пластинки для отвода тепла. Так как эти выводы на драйвере L293D являются теплоотводящими. Также сверху был поставлен радиатор. Радиатор от южного или северного. Ну фиг его знает какого моста. Я использовал его, потому что другого у меня просто не было. Посадил на термопасту на верхний L293D. И теплоотводящие пластинки также приклеил, скажем так, на термопасту. Для питания всей схемы я использовал регулятор хода от RC самолета, который выдает 5 вольт на радиоуправление. Именно эти 5 вольта я использовал для управления своим драйвером. И для питания силовой части драйвера я просто взял и подключил драйвер к аккумулятору. Также пилотажевскому, RC пилотажевскому, на котором 11 вольт. Ничего не сломается. Итак, у меня все тут также на проводках. Так как контроллер сейчас не стоит, у меня все на соплях отключено. То есть все выводы enable. И также сигнал, который управляет стороной, то есть направлением вращения двигателя, также все на сопле. Вот. Итак, я сейчас этими соплями попробую задрайвить двигатель. Оба-на, двигатель драйвится. Итак. Драйвится, да он драйвится. Замечательно, что он драйвится. Вот нагрузка, скажем так. Я сейчас под нагрузкой... У меня немножко даже пальцы горят. Оборотов, наверное, здесь много. Вот, у меня сейчас дымок идет, кажется, от моего двигателя, который нагрелся. Вот. А с драйвером все замечательно. Вот. Радиатор холодный, тепловыводящий. Ну вот, он только-только отдал тепло, которое на нем накопилось. Вот. На вот эти вот пластины, только отводящие на граунды. Вот. Кстати, LWS-NOS3 должен, по идее, драйвиться еще пальцами. Да, вот он пальцами драйвится. Вот. У меня немножко мокрые пальцы. Ну, вспотевшие. Поэтому я вольтаж могу прям пальцами сюда подать. Вот, мизинцем ничего не трогая, ничего не подключая. Все работает так же. Вот. Вот такая штука, в принципе, рабочая. Да, двигатель воняет в меня, китайский двигатель. Вот. Вот. Сейчас вот я покажу схему подключения. Схема подключения здесь простая. Были взяты три драйвера L293D и подключены параллельно. Причем, одна лапка к другой. Больше, в общем-то, и нечего смотреть на этой схеме. Вот. Так же была распределена печатная плата. На плате стандартные выводы плюс, минус и сигнал. Контроллер IT-Tiny 2313. И выводы для самого драйвера. Данная схема имеет одну ошибку. Ошибку подключения. Здесь, на драйвере, перепутаны два вывода. ВСС и ВС. Причем, ВСС это выводы для питания логической части. АВС для питания аналоговой части. Вот и все, собственно, что я хотел сегодня вам рассказать. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok